Раз, два, три. Поехали. Сергей, куда ты? Про игры довольно простые. Я тебе задаю вопрос, три варианта ответа, а дальше кто-то говорит, угадал ты или нет. Погнали. Где начинал заниматься футболом Лондон? Футбольный клуб Москва, футбольный клуб Асмаран или футбольный клуб Спартак? Футбольный клуб Асмаран? Асмаран. Что это за футбольный клуб? Не в обиду. Какой футбольный клуб Спартак был кумиром в действии Лондон? Ширко, Оленичев или Павлюченко? Тяжелый образ. Поехали. Ширко, Оленичев или Павлюченко? И Павлюченко, да. Ну, я думаю, наверное, Павлюченко, потому что это более такой футболист, на которого он мог еще посмотреть. Оленичев, это слишком, не его время. Он еще был маленький слишком. Да, да. Фандюх. Почему Рональд дали Месси? Три варианта ответа. Потому что Месси бьет с левой, потому что Месси аргентинец, или потому что Месси банально не дал автограф? Месси аргентинец, Месси левоногий, потому что левоногий, потому что Лома любит свою левую. Нет, брат, потому что не дал автограф. Серьезно? Ну, понимаешь, когда с Барцами ничего подавали? Ну, мимо меня прошел вообще просто, наверное, не заметил. С кем сейчас Лома путают? С Лисовым? С Игнатьевым? Или с Зобой? Эээ, да. Или с Зобой? Ну, Лома не любят, когда его путают Зобой. Это просто Лома становится очень злым человеком. Да, Ром? Я думаю, что наш Лома... Зобой. Так, самый сложный вопрос. С кем Лома в молодежной сборной общается, ну, кроме тебя, соответственно, больше всего? С Калугиной и Абликовым? С Дивиевым и Евгеньевым? Или Шапии и Ухи? Ну, с Калугой и с Абликовым сто процентов, потому что это те еще призывы сборной юношеской. Да? Да. Идем дальше. Кто помогал Ломе в спортоте на первых парах? Джи, Ребров или Самет? А агента там нет? Вы как это пишете? Да. Так, Джи, Ребров или Самедов? Ну, да, в принципе, я думаю, там все помогали, но что прям в большей степени, я думаю, наверное, Самедов или Тема Ребров. Ну, тут у меня 50 и 50. 50 и 50. Ну, Тема Ребров, наверное, думаю, больше, да? Тема Ребров, там Самедов чемпионат мира был, когда меня взяли. А, точно. Так, все это правильно. Идем дальше. Кто посоветовал перейти в пульский арсенал? Бакаев, Папа или Кондор? Бакаев, Папа или Кондор? Ну, я думаю, Папа тут... Нет. Нет? Серьезно? Бакаев, что ли? Да, да. Я же подходил к нему туда. Ай, как вайломы, блин. Ну, это там переделали все, это не то. Не так было. Сложнее было? Ну, они там написали так, что типа Бакаев, сказал. Переходи туда. Такого не было, они перевернули. Как всегда перевернули все вот эти вот. Расскажи, как было? Я просто спросил, подошел, взяли, типа, что там за условия вообще, что и как. Он мне рассказал, что все хорошо, рассказал все в подробностях и все. Потом кто-то спросил мне какой-то вопрос. Я сказал, что я советовался. Ну, написали так, что я советовался. Я спрашивал у него про условия. А перевернули так, что это он мне сказал. Короче, я не виноват, кто-то перевернул игру. Хорошо. Кому Вонг забил первый мяч за Арсенал? Спартаку, Анжели или Оренбургу? Интересно, Спартаку он как будет забивать, не играя? У него же нельзя им играть. Ну, значит, тут еще брать. Изи он все был. Но Оренбург, я слежу видео, этот гол смотрел. Так что... Вот это да. Окей. Очень красивый гол. Любимый книжный жанр Вонг? Вот это начинается. Вот это книжный... Это где сам вообще он заговорил? Автобиографии, приключения или драма? Ну, сто процентов автобиографии. Драма. Потому что Лома бы... Точно бы драму не читал бы. Хорошо, автобиографии какие? Известных людей. Известных спортсменов. Кто был? Тайсон, по-моему, был, да? Тайсон был... О, хватит Тайсона. Тайсон точно был, потому что я помню книжку. Кто там еще был-то, я даже не помню. Кто там мог быть. Не скажу. Кому забил Ломик за Спартак? ЦСКА? Динамо? Никому. Вот это сейчас, конечно... Ну, походу, делаем. Хотел бы сказать, что ЦСКА и Динамо, но... Скажу никому. Я на себя на больное давить вообще. И дело дальше. Почему 27-й номер, в котором играют? А вариант ответа. Потому что памятный мяч он забил 27-го апреля. Потому что 2 плюс 7 получаем 9. Ну и 9. Ну да. И, соответственно, потому что день рождения. Блин, ну я, конечно, хотел бы, чтобы Лом подумал бы, а 2 плюс 7 получилось 9. Но это день рождения. Как-то приходилось по-друге. Правильно, правильно. На каком минуте забил первый мяч в РПЛ Ломик? На 23-й, на 24-й или на 25-й? Блин, вот тут я просто не помню уже. Так, 23-я, черт, 25-я минута. Угу. Тяжелый вопрос. Очень даже тяжелый. А можно мне подсказку из 2 варианта? Можно мне тоже подсказку? Время просто подсказку. Мне 23-я, да? Ну, ты за счет, ты признался. На 23-я, да. А, ну вот 23-я минута. Да, да. Очень сложный вопрос. Почему периодически Ломик удаляет фото из Инстаграма? Замучили поклонницы? Не разбираются в Инсте, поэтому путается удаляет случайно по скрипту. Или потому что хочет больше времени уделять тренировку? Ну, вот это сейчас начинается опять у нас тренировкам уделять время. Лом, ну скажи честно. Брат, давай отвечай. Ну, Динам поклонница, я думаю, да, 100%? Да не знаю я. Потому что поклонница там у него много. Ни одной нет. Да это потому что он хочет тренироваться. Лом, спасибо. Хорош. У матча против кого дебютировала? У матча против Оренбурга, у матча против Динамо, у матча против Анжи. Ну, тут я 100% скажу, это Оренбург, потому что я его потом лично и поздравлял. После этого матча? В общем, два вопроса. Первый тур чемпионата. Красавчик. Даже, по-моему, 39 тысяч зрителей, я даже помню, по-моему, что такое. Что, все вопросы закончились? Закончили, сменяемся. Да легко было, слишком. Какой прозвище у Коли было в Академии? Спакуха, Голевуха или Раскар? Голевуха. Спакуха была. Спакуха, 100%. В каком возрасте, Коли, попал в Академию и жил там один? В 10 лет, в 11 лет и в 12? Так, подсчеты, подсчеты. В 11, нет, в 12. В 12 лет, да? Твой окончательный отец? В 11. Точно? Мы снащили, замили. В 11, да. В 12. В 12. В 11. Да, конечно. Так я знал его. Вот так приехал, он меня ж даже не понял. Я сказал 12 сначала, понял? Кому забыл первый мяч? Ска-Кабаровска, Уфе или Енисея? Енисею. Неверно, там моя жизнь, моя жизнь. Первые съемные квартиры где находятся? Метро Бабушкинская, метро Акуфьева или метро Биберева? Это слишком легко. Я довозил его год. Бабушкинская. Болевые действия за Спартак? Смотри, сейчас от фанатов смотрят, если фанаты увидят, что я не болел. Да, конечно. 100%. Сколько, Коль, брать? 2 или 4? 2 брата. Один старший, другой младший. Не, два брата. Один взрослый уже, другой поменьше. Почему у 90 номер? Я помню. Потому что сложение получается 11. Потому что глюки диагона сделать на 92 метра. Ну и просто какой номер дали? Третий вариант. Третий вариант, да. Посложнее вопрос. Любимая игра? GTA, FIFA или Ведьмак? Какие две первые? Нет, GTA, GTA. Что за GTA? GTA. А, GTA, что за GTA? Просто по буквам читаешь. Просто по буквам читаешь. Третий вариант. Вторая какая была? FIFA. На FIFA он раньше, ну это смотря с какого момента. Не, там говорится про любимую игру, наверное. Да, да, да. Там одна. Ведьмак, значит. Ведьмак. Да. Ведьмак. Правильно. Любимый фильм? Вот еще тяжелый. Мстители, Хоббит или Устин Калев? Ну, Хоббит точно нет. А почему Хоббит сразу точно нет? Что скачает меня? Василин Колец. Да, Василин Колец. Ну, Хоббит тоже по сути это Василин Колец. Себя. Не, вариант. Даня Алвеса. А Рамоса я пикаю в локерах. А, ну тут я по ходу дела помню ответ. Ну, Алвес, наверное, нет. То окончательно? Да, Алвес. Это окончательный ответ? Да. Или мы подождем ответ. Или ты подумаешь? Да. Украин не значит? Просто защит. Просто защит. А, тогда Рамос. Кто там? Коля? Волкер. Ну, блин, я ж жарит такой. Да я так и думал. Вот всегда вот так вот. Я никогда не скажу тех, кто он. Ну, ты нашел что-то, знаешь, Украин. Ну, просто интервью мы не смотрим так, что оправдывается. Матч под кого демитировал Николай Батар? Матч под Динамо, Матч под Стерик и Матч под Санжи. РПЛ? Ту-ту-ту. А там Терик, Анжи и Динамо. И Динамо. Так что, в любом случае, РПЛ. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Скоро, ты можешь подводить? РПЛ, да? Да, РПЛ, да. Демитировал не РПЛ, да. Динамо был такой тур. Тур, не помню. Терик. Ну, там уже большой тур. Терик, да. Ну, да, Терик, нет? Тур-ту-ту-ту. Динамо. Ну, все? Да, подожди. Ты сейчас перечислять Убр. Подожди. РПЛ, да? Да, РПЛ. Ну, Лига Чемпионов не считается это? Ну, Лига Чемпионов просто есть. Ну, Лига Чемпионов просто есть. А, вообще, да, Лига Чемпионов у тебя. Это Лига Чемпионов, но дебют. В российский пример Лига Чемпионов много. Ну, брат, ты помнил, что Лига Чемпионов дебютерол? Ой, против кого? Анжи. Анжи, Динамо и потом уже. Самый сложный вопрос, но очень смешной. Коля очень любит играть в НКЛ со своим братом. Как-то раз, ну, проиграл фунтастический криз. Какой? Три шоколадки, три тысячи рублей или айфон? Айфон. Ну, ты че, брат? Я такие не играю, играю на айфону. Три шоколадки, че еще? Просто сейчас переоценил мои возможности. Ты со старшим братом играл? Нет, я с младшим. С младшим. С младшим. Ну, три... Ну, представь, я с младшим на айфон буду играть. На три тысячи тоже я могу представить, как ты будешь с ним играть. Да, я... Ну, какой? На рублей. Три тысячи рублей, да? Это Коля. Это Коля. Да. Да. Брат, ну, шоколадки. Шоколадки. Коля, ну, слишком у тебя все просто. Твикс, Баунти и Марс. Или Сникерс. Сникерс, Марс и... Значит, без Баунти. Да, без Баунти, да. Так как мне надевает Коля? Маккей? Маккей. Тачка, да. Там больше нет вариантов. Да, нет вариантов. Нет, знаю здесь. Я приготовил повозку и тележки. Повозка. А то и моя тележка будет. Ну, и завершающий вопрос. Какой рэп исполнитель больше всего нравится? Чемодан? Клан. Бастер или губ? Ну, это очень легко, брат. Ты должен называть это. Ну, чемодан. Клан. Верно. Чемодан. Все верно? Как ты назвал? Все верно. Грязные луи, брик-базука. Ну, я не слышал. Я просто знал то, что чемодан.